теперь нам необходимо загрузить рисунок то есть мы загружаем у меня вот здесь уже есть готовая развертка open image вот она какая так давайте подгоним чуть-чуть и подгоним следующим образом перейдем в 3d 3d пространство это возникло из-за того что я взял прошлую свою развертку я посчитал нужным чтобы вы поняли как можно подгонять уже существующую развертку есть я рисовал по предыдущему примеру но вот мы сейчас эту существующую развертку подгоним под то что вам нужно переходим в 3d редактор здесь она чуть-чуть долгого продолговато поэтому мы выделяем а точнее вот l вот эту бокс и давайте чуть-чуть увеличим его через зажатый контур чуть-чуть увеличили жмем а переходим и меньше едита и смотрим что у нас произошло по новой прорисовалась но теперь эта коробка чуть-чуть побольше так l rotate 90 переместим grab тут можно его увеличить у нас позволяют пространство то же самое делаем с этим вот этот 90 тоже чуть-чуть можно буквально увеличить так вот задняя сторона диска l scale grab давайте посмотрим чтобы это все было как-то более красиво давайте нажмем с чуть-чуть увеличиваем вот как то так то же самое делаем и с этим lg перемещаю чуть увеличиваем так у нас чуть-чуть он так нажимаем g просто можем клавишами водить и она у нас перемещается ну вот как то так и и теперь то же самое позиционируем это вот как то наверное даже чуть-чуть можно увеличить ну вот смотрите когда вы делаете развертку рисуете по развертке у вас не должно возникать вот таких вот нюансов с подгрузкой изображения но так как я развертку делал по предыдущему своему опыту создания этого всего то сейчас я вам продемонстрировал как можно подгонять уже существующую развертку под некий новый созданный объект то есть вы можете просто либо непосредственно в юведа редакторе это все делать либо подгонять объект там по размерам в 3d редакторе да и потом довольно таки хороший результат получать что нам осталось нам осталось перейти в 3d редактор cycles render у нас уже включен нам нужно увидеть это этот весь рендер то есть у нас сейчас они серые эти коробка и диск что нам нужно сделать нам нужно естественно задать материалы материалы у нас будет следующие бокс and диск и мы будем использовать ноды сейчас наконец-то пора использовать ноды так смотрите чтобы здесь был выделен материал вот точно такая же галочка как и здесь потому что это ноды материалов что нам нужно сейчас будет здесь diffuse мы можем вообще удалить нам надо будет что шейдер и мишин опять же потому что у нас стилизованная графика и это стилизованная графика у нас не реалистично она не отбрасывает ни тени ни какой-то физический физическую шероховатость не имеет ни какого-то физического отблеска не имеет она просто одноцветная поэтому нам как нельзя лучше подходит и миша шрифта текстур меньше текстуру ставим сюда так в принципе я думаю что мы можем выбрать просто так вот у нас уже все появилось то что нам необходимо но даже по-моему не растянулась все круто но смотрите какая логика работы с нодами здесь существует материал материал и мишин который идет на surface то есть на отображение грубо говоря этот материал мы ему еще задаем текстуру изображения то есть текстура изображения идет на материал задается какая-то если бы это был какой-то шероховатый или какой-то с рефлексами материал то есть там типа пластика и все остальное то было бы следующее рисунок наносился на материал как покраска и принимал бы фактуру материала то есть отблеск какой-то там не знаю какую-то тень какую-то шероховатость только потом выводился бы на вывод материала да здесь же у нас мы используем и мишин который ну как бы светится то есть он дает однородный цвет таким образом у нас продукт как бы становится довольно таки стилизован все мы с этим закончили нам осталось только посмотреть как это выглядит и сделать эти объекты отдельными по отдельности как это сделать смотрите потому что мы не сможем сейчас вот использовать там дублировать например несколько дисков чтобы разбросать их вокруг заходим в режим редактирования а а выделяем только диск жмем пи и selection все теперь это два разных объекта два этот объект назовем бокс бокс а этот назовем диск смотрите теперь вот это мы можем так у нас уделяется я просто не вижу shift д дублировали диск а еще здесь можно сделать давайте нажмем control z нам нужно присвоить режим то есть режим сейчас у нас дублируется вот если мы бегаем режим с точки то есть точка вращения дублируется с коробки боксов с это три джан то у геометрии ведь центр объекта переместился действительно в его центр так давайте шивди перетянем ротает по иксу 180 вот что получилось ну давайте придадим какой-то интересный позицию этому диску давайте сделаем так перетянем его сюда сюда так чтобы он типа упирался в коробку и по за это его чуть-чуть повернем вот так и теперь посмотрим как это выглядит ну вот как выглядит это все на этом я думаю мы можем завершать этот урок вы поняли принцип создания простейшего продукта простейшей визуализации вашего продукта и на этом я могу этот урок закончить единственное что мы сохраним сохраним объект это у нас 0 0 1 бокс диск ну вот просто метка структура файлов чтобы вам проще потом было их использовать поэтому ну вы зато увидели как создаются папки как это все сохраняется окей все до скорой встречи в новом уроке